Приветствую вас, вдобавок, вот в догонку к ответу Кудрячева Игоря Леонидовича, который сформулировал вашу ситуацию как зависимость, с которой, с данной оценкой я согласен. В догонах к этому, я бы хотел сказать, что вы, с одной стороны, почему-то уверены в том, что будете страдать, если, допустим, будете без него, то есть, тут вот, мне кажется, можно и нужно, ну, поисследовать вот эту вот историю, да, поисследовать историю, почему, почему вы, например, чувствуете, что будете, допустим, страдать без человека, да, то есть, вот почему у вас создается вот это вот ощущение, что вы без него, ну, грубо говоря, без него вы пропадете, вот, а почему есть такое у вас мнение на этот счет, мне кажется, это достаточно важно для понимания, потому что все-таки это то, что связано напрямую с вами, вот, и по моему мнению, здесь вы говорите по факту о том, что не можете без него, то есть вы говорите о том, что сами по себе, без человека, сами по себе, без человека, вы не справитесь, вот, и тонкость вся, на мой взгляд, заключается в том, чтобы вы выделить причины такого понимания, да, то есть, из-за чего вам кажется, что вы будете страдать, что указывает на то, что вы будете страдать, к примеру, вот, то есть, здесь, в общем-то, ничего сложного как такового нет, вот, просто с этим нужно поработать, вот, это определить, что вам такого дает человек, что вам такого дает ваш муж, что вы без него чувствуете, что будете страдать, вот, а мой коллега, к сожалению, полностью прав, говоря о том, что вы путаете любовь и зависимости, потому что любовь, это все-таки подразумевает, принятие партнера таким, какой он есть, вот, а вы этого сделать, на мой взгляд, не можете, на мой взгляд, у вас этого сделать не получается, не получается, из-за того, что вы ссоритесь, из-за того, что вы постоянно ругаете, кстати говоря, это тоже отдельная тема, вот, на которую я обращу ваше внимание, и не говоря на это, да, то есть, раз вы ругаетесь, значит, вы что-то пытаетесь в себе защитить, если вы ругаетесь, значит, вы пытаетесь что-то отстоять, если вы ругаетесь, значит, вы пытаетесь как-то, значит, себя, ну, в той или иной степени, в той или иной мере проявить, вот, и, соответственно, вас это ущемляет, но когда вы расстаетесь, у вас появляется ощущение, что вы теряете что-то очень важное, и вы действительно теряете что-то очень важное, только вы теряете что-то очень важное не в лице человека, да, а в лице того, что он вам дает, в лице того, что вы от него получаете, и вот это немножечко все-таки, ну, другой взгляд на вещи, немножечко все-таки такая другая позиция, вот, это первое. Второе. Что касается ссор, то вы пишите, долго, много, часто и долго ссорились, ограничивали друг друга, что я задыхалась в отношениях. Здесь нужно, Елена, взять ответственность на себя за то, что вы ссоритесь, за то, что вы, именно вы ссоритесь, именно вы человека, по сути, ограничиваете, ну, в чем-то, да, именно вы это делаете. И мне кажется, что, опять же, необходимо раскрыть, так сказать, субъективную сторону, то есть сторону чисто вашу, в этом моменте. То есть постараться увидеть, почему я, почему я так на это реагирую, вот. Почему я так реагирую, например, на, допустим, то, что, ну, вот, на то, что человек, там, как-то ведет себя определенным образом, или, там, что-то, ну, что-то, что-то еще, да, но, то есть нужно этот момент обязательно поисследовать вам, вам, вам самой, да, потому что ограничение, например, это контроль. Если вы человека ограничиваете, то получается, что вы стремитесь его контролировать. Вот. Это очень важная история для вас. Поэтому я думаю, я думаю, что, вот, как-то так можно примерно ответить вам на вопрос, который, который вы задаете, да. То есть это, значит, соответственно, зависимость, зависимость, это, это реализация определенной добренности, это личная ответственность за, значит, ссоры и конфликты, вот, которые у вас, ну, которые у вас имели место быть. То есть это именно, вот, отказ от перекладывания ответственности на человека за то, что вы хотите. И, наоборот, признание того, что вам нужно и последующая реализация этого. Вместе с тем, вместе с тем, вполне возможно, что у вас есть ощущение, что других отношений вы просто можете быть, к примеру, недостойны. Очень часто возникает еще и такая позиция. То есть вы считаете, что, во-первых, другого мужчину вы не встретите, вот, и, скорее всего, кроме этого мужчины вас никто не полюбит больше, ну, и вы, соответственно, не достойны никаких других отношений, кроме этих. Вот. И вам это страшно. Понятно, что здесь имеет место быть, допустим, страх одиночества, здесь имеет место быть заниженная самооценка, вот, вот, причины, которые, причины, которые, на мой взгляд, нужно выяснять, нужно выяснять, почему вы, ну, почему вы, ну, так вот, к себе относитесь, да? Вот. И так далее. Это, мне кажется, очень важная история. Это, мне кажется, очень такой, ну, важный момент. Ну, и, соответственно, работать именно в этом направлении, то есть работать именно в направлении, вот, того, чтобы вам лучше понимать, чтобы вам лучше понимать, чтобы вам лучше отдавать себе отсчет в том, что, собственно, с вами происходит, да? То есть почему и что с вами происходит, и почему и как, как с вами происходит. Вот. И, соответственно, не искать причины, да? Вот именно, именно причины какие-то не искать, вот. Потому что это, ну, причины здесь не важны, а именно разобраться в своих чувствах, разобраться в своих эмоциях, разобраться в своих, может быть, даже желаниях, вот. Вот. И после того, как это будет сделано, я думаю, что если вы подойдете к вопросу ответственно, если вы подойдете к вопросу серьезно, вы измените свое восприятие не только человека, да, но и самой себя. То есть вы будете по-другому смотреть и на себя тоже. Вот. Ну, тут самое главное, наверное, именно, вот, выйти или признать, что вы находитесь, эм... Сейчас вы находитесь просто в такой, знаете, как бы, зоне, ну, вы находитесь в такой вот зоне комфорта. И из этой зоны комфорта выходить вам не хочется, потому что, ээээ... ну, для этого, эээ... чтобы вот, ну, чтобы это было, вам придется, там, совершать какие-то действия, которые... которые, ну, делать совсем не всегда хочется, да, и не всегда есть, ну, не всегда есть желание, короче говоря, этим заниматься, вот. И тут уже вам, конечно, нужно, на мой взгляд, ну, как-то вот решить самой, да, что вы хотите. То есть, если вы хотите, например, жить счастливо, если вы не хотите жить, к примеру, ну, постоянно на проховой бочке, там, и так далее, то нужно брать узы, так сказать, вашего жизненного пути, да, вот, в свои руки и уже смотреть, что и как можно сделать. Вот, именно вам, что и как можно сделать. Ну, а если вы думаете гармонизировать отношения, то, в принципе, и это тоже возможно. То есть, гармонизировать отношения тоже вполне реально, вот, но, опять же, для этого требуется работа с психотерапевтом, с психологом, вот, для того, чтобы вы смогли, например, увидеть, что конкретно в вашем поведении приводит к тому, что мужчина, ну, вот, начинает так собравиться. Вот. Также, мне бы хотелось, конечно, чтобы вы как-то вот, знаете, ну, чтобы вы для себя обозначили такой аспект, чтобы вы для себя обозначили такой аспект, что есть треугольник Карпана, вот, ну, существует треугольник, треугольник Карпана, вот, в котором, значит, достаточно подробно уже описаны ваши, ну, вот, те роли, которые, которыми, которыми вы сейчас обладаете, условно говоря, то есть, о каких ролях идёт речь, да, то есть, что я имею в виду. Я имею в виду, что треугольник Карпана описывает роль жертвы и роль агрессора и роль спасителя, вот. Вы сейчас ведёте себя в большей степени, к сожалению, как жертва, вот, потому что у вас, ну, у вас практически нет «я», кроме, только, наверное, ну, того вот аспекта, что «я задыхаюсь», то есть, это вот единственное, по сути, о чём вы говорите, что «я задыхаюсь», и что «я люблю и хочу, там, держать его за руку» и прочее, 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 прочее. Вот. Вы здесь, в данном случае, вы жертва, потому что вы нанесёте ответственности за себя. И потому первая задача – это познакомить вас с ответственностью, чтобы вы увидели ответственность именно в себе, что вы работали с ожиданиями, которые у вас, конечно же, есть от вашего мужчины, потому что, ну, очевидно, что вы-то ждёте, что он изменится, очевидно, что вы-то хотите, чтобы он изменился. Вот. И, ну, как бы, каждая ссора, да, вот ваша каждая ссора – это, ну, по сути, это такие вот разочарования, получается. Да? То есть, это, по сути, вот, обидно то, что вот мужчина остался всё равно тем же, несмотря на то, что я хотела, я ждала, что он изменит, а он вот остался тем же. Вот. И это, конечно, у вас, ну, не всякого сомнения. Существует ещё, так называемая психологическая игра «Скандал», вот, в которой вы, по моему мнению, участвуете. Вот. То есть, вот, ну, мне так представляется, что вы участвуете в этой игре. Вот. И, соответственно, про психологический игру «Скандал», я надеюсь, вы уже почитаете сами, чтобы я не мучил вас дальнейшим ответом, если так получилось достаточно долго. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам, надеюсь, что мой ответ был полезен. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok